Маски все начинали с пантомимы. Пантомима была очень популярна. Это были 70-е годы. Они учились кто где. Большая часть училась в строительном институте на факультете архитектуры, откуда Георгий Делеева, Александр Постоленко и Игорь Малахов учились в одной группе. И у них была там студия пантомимы. Виктор Цыпин возглавлял эту студию. Борис Барский, Владимир Комаров был в другой студии. Наталья Бусько была во дворце моряков. То есть получается такой потом Михаил Волошин был еще. И вот пантомима их как бы вместе всех свела в какой-то момент филармонии. Когда предложили при филармонии сделать вот такую как бы группу пантомимы. Они выезжали с каким-то ансамблем куда-то как-то. И вот образовался костяк. И вот с этого костяка, который тогда образовался в 1984-1985 году, вышла первая фиша с названием «Маски». Вот было шесть человек. Так они и остались. Это Георгий Делеев, Борис Барский, Наталья Бусько, Александр Постоленко, Игорь Малахов, Михаил Волошин. Также Владимир Комаров. Он периодически играет на спектакле «Моцарты Сальери», «Нон-стоп-клон». Но он как бы не в постоянной труппе. Вадим Поплавский, к сожалению, он погиб в 1991 году, когда маски были на гастролях. То есть костяк это так и остался. И вот они 30 лет вместе. И как раз вот в Киеве осенью был зарегистрирован рекорд Украины о том, что комедийный театр в постоянном актерском составе. То есть такого театра, который 30 лет в одном составе, в Украине не было. Вот маски такие единственные. Ну я думаю, даже и не только в Украине, а и за пределами ее. Ну, театр у нас как бы два в одном. С одной стороны есть театр маски-шоу, это труппа, это тоже театр, которому уже исполнилось 30 лет. Которые начинали как студии пантомимы, потом они были филармонии, они были как пантомимическая группа, потом это выросло в комик-труппу маски. И вот так росли-росли, и когда уже в труппе есть огромное количество спектаклей, то он превращается в театр. То есть мы говорим о театре маски-шоу, непосредственно в который входит 6 актеров, которым в октябре исполнилось нашему театру 30 лет. Это вот театр маски. Есть у нас также театр, свой дом, который мы назвали дом клоунов. Это театр уже как бы с помещением, это действительно дом для масок. И этот театр мы назвали дом клоунов, потому что маски о этом доме всю жизнь мечтали. Потому что театр-труппа не может развиваться без конкретно помещения лаборатории. И маски об этом мечтали. И столкнулись это с тем, что в 1999 году у масок был до этого времени, с 1984-го, один спектакль «Нон-стоп-клоун». То есть это такой был спектакль-дивертисмент, номер за номером, это такие клоунские, пантомимические номера. А Борис Барский, он у нас же автор, писатель, драматург, он написал пьесу «Ромео Джульетта». И маски очень вдохновились вот этим произведением. И говорят, давайте будем ставить новый спектакль «Ромео Джульетта». И с чем, естественно, столкнулся театр-труппа? С тем, что негде репетировать. То есть мы на квартире у кого-то, у кого большая комната, просились в Лессию-Украинку, в Дом офицеров, где-то как-то, вот так вот бегали, 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 так устали. Спектакль выпустили, спектакль прошел феерично, одни аншлаги, музыкальная комедия, это было так долгожданно. А Борис Барский продолжает творить, и он уже пишет новую пьесу «Отелло», он уже пишет «Моцарт и Сальери», он пишет «Орфей Вредико», он пишет «Дон Жуан». Ну как же все это сделать? Где же это все произвести? Где же хранить эти декорации? Где повесить эти костюмы? Где нам можно приходить на репетиции? И вот мы все время задавали себе этот вопрос, мы все время об этом мечтали, мечтали, мечтали. И так сложилось, я помню, мы в делегации, культурной делегации обмена полетели в Алма-Ату, нет, в... куда же мы полетели? В Ашхабад, к Туркменбаши тогда еще был живой. И мы попали в самолет вместе как бы и с мэром города, и с губернатором. И непосредственно у нас такой остался там разговор, лично я разговаривала с Русланом Бадиланом, говорю, вот так и так, у масок нет помещения, нам очень трудно, мы бы хотели творить. Мы, ну, как бы мечтаем о театре, который станет визитной карточкой Одессы, нам надо помещение. Он говорит, тут без проблем, приходите, будем решать. Ну и буквально вот после этой поездки мы пришли к Руслану Борисовичу Бадилану, и коммунальная собственность нам предложила рассмотреть в качестве нашего помещения бывший кинотеатр «Дружба» как театр. Я, конечно, очень обрадовалась, мы все очень обрадовались, но когда я сюда пришла, я села и заплакала, потому что как раз был дождь, все это лилось прямо в зал, пол провален, крысы побегают. Это было все в очень плачевном состоянии. Я назад вернулась в коммунальную собственность, говорю, извините, пожалуйста, у вас что-то еще другого нет. И даже мне не это смущало, и даже не проваленные полы, и крыша текущая. Мне смущало то, что это бывший кинотеатр. То есть там ничего нет, никакого кабинетика, никакого-то склада, куда же мы все будем платить? Самое главное, не даже гримерки. Ну как, как это может существовать? Ну на что мне сказали в коммунальной собственности? Я говорю, ну смотрите, вот есть вымпел, отдельно стоящее здание, там даже можно какую-то пристроечку сделать. Мы можем как-то, вот, а здесь же все, это в жилом доме, мы же не сможем никуда расшириться, ни вправо, ни влево. Повздыхала коммунальная собственность, сказали, извините, там все занято, не знаю по какой причине по сей день этот вымпел заколоченный. Вот, и много других было на то время зданий, это был 2002 год. Вот, ну что нам оставалось делать? Ну, пришли мы в этот театр. И просто вот, честно говоря, засучив сами рукава, начали здесь делать что-то. Начали с туалета. То есть, если театр начинается с гардероба, то у нас начались они с туалета, потому что их практически не было. Вот, все, что у нас какие-то были сбережения, мы, значит, туалеты мы сделали. Ну и крышу начали, конечно же, делать, потому что она текла. А, еще у меня такой был в моей жизни урок, когда я пришла, тогда был Балан Николай Николаевич, председатель Перморской администрации, я к нему пришла и говорю, они могли бы нам помочь крышу починить. Он непосредственно участвовал в том, чтобы нам дали это здание, причем очень были такие по поводу того, что клоунам отдавать здание, многие выступали против. Да, ну они ничего нормального не сделают, но они же не серьезные люди, вот такое вот отношение. Вот, и он, и тот же Николай Николаевич стоял за нас, говорит, нет, нет, надо дать, обязательно, это прекрасный театр, они все могут, они сделают. Вот, многие в нас не верили. И я к нему пришла с этой крыши, он мне сказал, типа, Наташа, у меня три школы с крышей протекающей, два детского сада, а ты мне про театр говоришь. Ну, снова я там где-то, может, слезу в себе проглотила, поняла, что все только в наших руках, все сами можем, только мы сможем сделать. Тогда маски очень бурно гастролировали, и мы откладывали деньги, и сами, вплоть до того, что шили чехлы, тут у нас были еще такие деревянные кресла, вот, и как-то преобразовали. Не было одежды сцены, был арендный свет, какой-то звук. Ну, вот так, шаг за шагом, главное верить, главное стучаться во все двери, просить, не стесняться. Потом мы стали все больше и больше, я помню, дала объявление, тогда еще было армянское радио, кто может помогите театру, к нам пришел друг нашего театра, он нам дал приличную сумму денег. Спасибо ему огромное, мы по сей день ему благодарны, дружим с ним, он много очень для нас делал. Вот, и вот так, шаг за шагом, это помещение стало все время преобразовываться, преобразовываться, и те же городские власти шли к нам навстречу, и тут у нас был шахматно-шашечный клуб, потом мы его перевели, там делали ремонтик, тут у нас появилась хоть какая-то небольшая база, где мы смогли повесить костюмы, где какие-то сложить декорации. Вот, ну и вот так вот на сегодняшний день, получается, мы в 2003 году, день театра мы открылись 27 марта, в канун 1 апреля, вот, и уже вот 13 лет нашему театру, и за это время очень много сделано, у нас уже 10 спектаклей в репертуаре, практически каждый год мы выпускаем какую-то премьеру, вот буквально в марте у нас была замечательная премьера спектакля «Джаз», всем очень понравился такой легкий мюзикл, это Георгий Делеев, он поставил там главные роли, он привлек молодежь, кстати, нужно сказать, что эту площадку, когда мы делали, мы сами знаем эти чаяния творческих коллективов, которым негде выступать, негде репетировать, поэтому мы никому никогда не отказываем, и больше и больше молодежи привлекаем, и открываем для них двери, вот, и 21 мая у нас сейчас снова будет как премьерный спектакль этого спектакля «Джаз», всем рекомендую, смешной, веселый, красивый, с песнями, очень музыкальный такой, мюзикл даже можно сказать, вот. А театр даже не ожидала, то есть мы играли сначала один раз в спектакль две недели, потом один спектакль в неделю, сейчас уже три спектакля в неделю, а летом мы практически уже работаем через день, и я думаю, что придет тот момент, когда мы уже будем работать каждый день, наш театр, я этого очень хочу, мы все для этого делаем, мы не стоим на месте, мы постоянно ищем материал, все время в поиске, в творческом поиске, не останавливаемся на каком-то там, ну, вот, маски все время работали на своем материале, в принципе, вот. Вот, но потом мы поняли, что можно и другой материал, причем маски это, они все это обрабатывают как бы под себя, то есть они все время что-то привносят. И так сложилось, что к нам пришел Георгий Голубенко, к сожалению, покойный, и он сделал читку своей пьесы «Одесский подкидыш», вот, я так немножечко даже скептически к этому отнеслась, потому что, еще раз повторю, маски все время работали только на своем репертуаре, то, что они придумали, а тут вдруг совершенно новая, классическая такая комедия, вот, и думаю, как, как это может быть. Но Георгий Дилис сказал, мне нравится, мы поставим эту пьесу. И вот буквально неделю назад мы вернулись с большого тура по Украине, с этим спектаклем, ну, ни одного города не было, который бы не встал и который бы дружно не кричал, причем разные города кричали по-разному, в каких-то городах вставали и кричали «Молодцы!» так дружно, в Николае, например, а чем театральнее, а в Херсоне все кричали громко «Браво! Браво!» То есть это было не так вот «Браво! Браво! Браво!» Это было так «Браво! Браво!» А сейчас скажу, а в Хмельницком нам кричали «Маски! Маски!» Я, конечно, все время стараюсь на финал спектакля оставить все свои дела и прибежать, потому что все время у меня какие-то мурашки бегают, потому что я понимаю, сколько труда стоит за тем, что вот люди так встали и так дружно кричали. Сериал «Маски-шоу» — это где-то 100 серий, которые сняли, естественно, принес свои плоды и маски. Телевидение однозначно, вот если ты в телевизоре, то ты как бы в тренде, ты популярен, люди спешат к себе. Мне было безумно обидно, ну как бы как директор театра, я стараюсь посещать другие спектакли, смотреть что-то, где-то перенимать опыт, ну даже инфраструктуру театра другого смотреть, ну и спектакли само собой. Было до более обидно, когда я приходила на российские антрепризы, которые приезжали, пользовалась большой популярностью, огромная стоимость билета и рекламы, и что я видела. То есть это просто, ну знаете, мне кажется, иногда были такие спектакли, что лучше бы было им просто выйти на сцену и просто вот так с людьми пообщаться, чтобы они просто увидели тех людей с телевизора. То есть они приходили, ну как бы образно говоря, ну это ни в коем случае, я не хочу там их как-то обидеть, но это есть такое вот выражение, посмотреть на обезьянок с телевизора. Ну так бывает, ну так говорят, потому что видно, что совершенно трупа не, ну мало репетирующая, и видимо собирается она очень быстро на ходу с каких-то сериалов, и, например, какая-то там французская комедия, например, там это с этого сериала, тут с того кино, т.д. И они, может, в своих театрах там в Москве играют эти пьесы, но вплоть до того, что наш земляк Илья Носков к нам приехал, это наш друг, и он говорит, я спешу срочно там в мускомедии из Санкт-Петербурга, то есть собрали кто из Москвы, кто из Санкт-Петербурга, он срочно спешит в мускомедию, потому что трупа, которая приехала, ни разу не танцевала этот танец, просто их пособирали вот так вот, да, они знают слова, это комедия, по-моему, Лилюша какая-то была, я даже не помню, как она называется, и все, вот то, что он сказал, нас пригласил, мы пошли на этот спектакль, и все, что он сказал, я все это увидела, осветитель светит сюда, танцуют они туда, кто в лес, кто под рова, звукорежиссер неправильно даже ставит фонограммы, вот, и сейчас, вот понятно, с какими событиями, меньше стало к нам приезжать из России, я считаю, очень некачественные антрепризы, и сейчас люди стали чаще и чаще ценить свои театры, а я считаю, такие постановки, которые в украинском театре, музыкальной комедии, в русском театре, да, во всех наших театрах, они на порядок выше, по качеству, начиная от непосредственно содержания и заканчивая костюмами, декорациями, вот, это настоящий театр, а вот такие антрепризные спектакли, некачественные, приводят меня в какой-то ступор, я вообще не могу понять, ну, это просто зарабатывание денег, но как-то всё-таки театр есть театр, и качество должно быть несомненное. Наш современный зритель, приблизительный возраст, это, ну, вот, я смотрю, это где-то 30 лет, где-то так, и очень часто к нам, к артистам, когда берут автографы, подходят зрители и говорят, спасибо вам огромное, я выросла на ваших маске-шоу. То есть те дети, которые с 5-летнего возраста смотрели маски, они их полюбили, они их любят, сейчас им уже 30 и 40, ну, я имею в виду, смотрели разные, и они эту любовь не потеряли, и так же вот и приходят в театр. Вот, ну и молодёжь, конечно же, те же родители приводят своих детей, детям нравится, и вообще у нас очень много детей, и очень, ну, даже 5-летние дети смотрят на взрослые спектакли, как, например, Ромео и Джулетто, от начала до конца, забывая о том, что им нужно попить, поесть и так далее, и тому подобное. И этот феномен, я считаю, что дети очень любят маски, потому что они чувствуют от актёров душевность, доброту и искренность. А дети не любят фальши. А наши актёры, они такие правдивые, очень добрые, и дети это понимают, они это впитывают, и им очень нравится. Поэтому я считаю, вообще маски, это, как мы пишем, спектакли от 5 до 105 лет. То есть у нас нет ограничений возрасте, и действительно у нас и пенсионеры, и бабушки, и дети. То есть у нас театр такой, мало того, что он всех возрастов, он ещё очень интернациональный, и та же Одесса, у нас очень много национальностей, и всем комфортно здесь. И комфортно, конечно, потому что у нас смех, радость, улыбки, а все люди смеются на одинаковом языке. Ну, во-первых, он уникален тем, что ему 30 лет, ещё раз скажу вам об этом. Потом непосредственно наш театр Домклона уникален тем, что мы содержим его исключительно своими силами. Нам никто не помогает. И, конечно, если бы маски не были такие известные, может, мы и не смогли бы всё это потянуть. Но благодаря их популярности, благодаря тем зрителям, которые приходят, мы как-то держимся на плаву. И ещё главное, что маски приглашают на гастроли, потому что содержать здание без вообще помощи извне, то есть это, безусловно, очень тяжело. И обидно, что я вот, ну, как бы не то, что говорю, борюсь, но я считаю, что наше государство совершенно неправильно делает, что на культуру так мало уделяет внимания. Я считаю, что вообще наше государство, наша Украина, если она найдёт такой код, а в слове «код», вот это в трёх буквах, содержится, как бы, рецепт выздоровления нашего общества. Это культура, образование и духовность. Вот если мы на это будем обращать внимание, то наше, действительно, общество будет здоровым. А мы идём от обратного. Мы всё время говорим об экономике, о деньгах. И получается так, что нет экономики, значит, нет денег на культуру. А нет культуры, не будет денег на экономику. И мы всё время вот бьёмся головой об эту стенку. И наше государство не понимает, что в культуру нужно вкладывать деньги, на культуру нужно обращать внимание. И вот те театры, которые остались, слава Богу, хоть и так, после постсоветского пространства, вот был у нас там русский театр, театр юного зрителя, театр кукол, филармония, музыкальная комедия, русский театр, украинский театр. Вот они как были, вот так оно и идёт ещё с 91-го года. Вот их не оставляют, их опекают, спасибо им большое, сохраняют. Всё, что появляется новое за уже сколько лет, уже 25-25 века, никто на это не обращает внимания. И все наши молодые театры, все они где? Ну, в лучшем случае по подвалам, если у них есть какое-то помещение, слава Богу. А так невозможно театру без какого-либо помещения что-либо делать. А помещение у нас есть, бывшие кинотеатры, которые должны отдавать конкретно в культуру, почему-то их кто-то выкупает по остаточной стоимости, они так и должны продвигать культуру, и им с этим продали. Но культура как бы особых денег не приносит, вот оно стоит заколоченное. Нужно это поднимать, эти все документы, нужно смотреть на всё это и отдавать это молодёжным театрам, дворцам детского творчества. Вот на это нужно обращать внимание, вот им нужно помогать. И тогда с культуры, с духовности, с образования будет другое поколение, у которых будут не только мысли о прибыли, а ещё и о каких-то ценностях, жизненных ценностях, о порядочности, о том, что такое добро, о том, что такое зло. Потому что театр в первую очередь и рассказывает о том, что значит хорошо, а что значит плохо. И вот миссия театра первая, я считаю, это вот показать это людям. И мне приятно, что в нашем театре всегда добро побеждает зло. Маски, как бы, вот у них нет никаких рамок, вы знаете, что там нельзя шутить там. Они могут, и как-то даже и политика тоже немного затронута, например, спектакль «Одесский подкидыш». Просто это всё как-то, ну как бы сказать, не по-доброму, но, конечно же, со смыслом, но как-то не зло. И, например, в том же спектакле «Дон Жуан» какие-то сцены смешные происходят на кладбище. И, казалось бы, ну как бы вроде с этим не шутят, а у них это получается как-то очень мило. И опять-таки, ну с каким-то хорошим, с хорошей философией, понимаете. То есть мы, у нас такого нет. Мы можем, особенно то, что касалось маски, что, Господи, на чём только не шутили. И вот, например, когда у меня спрашивают, чем, например, юмор, там, немецкий отличается от нашего юмора, то я вам скажу, что там в Германии наши люди более мыслящие, чем в Германии. В Германии даже намного меньше хотят над чем-то задумываться. И я наблюдала, мы не раз в Германии выступали. Особенно это тяжело происходит типа варьете, когда люди сидят за столиками. Потому что тот же номер масок нужно смотреть от начала до конца. Потому что в них есть начало, кульминация, то есть завязка, кульминация, развязка. И если ты не словил начало или кульминацию, то есть ты наклонился, например, что-то ты заказал или сел, а люди вокруг тебя смеются, а они не понимают, почему они смеются, а я не смеюсь. Я что, дурак? Задут на себя такой вопрос. И так странно всё это получается. А вот наши, ну как бы, те же украинцы, они не то, что там не стесняются думать, они даже хотят на чем-то задумываться. И вот со словом клоун я всё время, ну мне до боли обидно, когда люди говорят такую фразу. Я что, клоун? И когда они говорят это при мне, и они вдруг видят мой взгляд, они передо мной извиняются. Понятное дело, что я директор дома клоунов. Но клоун это далеко не дурак. И если ты хочешь сказать такую фразу, то ты скажи, а я что, дурак? Вот это будет правильно. А клоун это не дура. Клоун это артист большой буквы, с большой философией. И не каждый артист, далеко не каждый, сможет стать клоуном, хорошим клоуном. А не таким, который просто может одеть паричок и с шариками, как возле Макдональдса, ходить и ударить. Это да, это может быть каждый. А придумать номер и выступать на сцене, это очень тяжело. Спасибо.